32 кота и один щенок нашли добрые руки и обрели любящего хозяина. Первая в этом сезоне уличная выставка раздачи животных состоялась во Владивостоке. Акция прошла в сквере на Адмирала Фокина 23. Уличный формат у нас каждое лето, начиная с мая мы открываем сезон. С мая, наверное, по октябрь мы проводим наши мероприятия по скверам города. Скверы, площадки торговых центров, то есть все равно улица, больше места, тепло, солнце. Ну не всегда, конечно, солнце иногда. Дождь смывает, ветер сносит, но мы держимся. Решили начать с центра. Проходное место, я даже не знаю, мы будем везде. Мы будем везде. То есть мы начали с центра, следующая у нас локация будет Черемушки возле торгового центра, потом мы планируем все-таки Луговую, парк Минного городка очень любим, Калина Мол, возможно, на улице. В общем, мы везде. Вторая речка. Что в голову приходит, посоветовались, поехали. Главное, были бы силы, были бы ресурсы физические. Выставки раздачи проводятся во Владивостоке ежемесячно. Каждый, кто хочет обрести друга, может выбрать питомца. Главное, следовать простым правилам – любить, кормить и никогда не обижать. Кошечек с улицы подбираю, все привожу в порядок. То есть от блох, от глистов. Стерилизация, кастрация обязательная, конечно же, потому что как бы жалко бы не было, но надо. Это предотвращает такие как раз такие ситуации, что когда маленькие дети оказываются на улице, которые ничего не знают. Ну вот уже лет пять, наверное, занимаюсь, так сказать, благотворительностью от своего имени, пристраивав в замечательные руки самых замечательных котят. Сегодня у меня девочка, самая-самая пушистая, самая прям ласковая. Зовут Свисток, потому что она когда спит, она храпит. Ну и еще любит пускать слюги. Большую роль в помощи фонду и животным играют волонтеры. Стать добровольцем может каждый желающий, как, например, Виктория и Влад. Малышей нашли в марте в 23-м году, то есть им год уже, их было семь штук. Нашли в обрезанной бутылке из-под кулера на улице. Забрали домой, думали сначала, что это котята, а казалось, что это собаки. Казалось, что они будут маленькими. Думали, там, два-три месяца будем раздавать. Хотели изначально в приюты куда-то, но маленьких таких никто не берет, потому что они были новорожденные. Им где-то день-два был примерно. Поехали на выставку, мне знакомый скинул, что выставки проходят, как раз Лиля проводила. Сколько мы двоих, наверное, пристроили за это время. За три месяца, когда им было, вот мы троих пристроили. Последующие выставки уже проходили, ну, не так активно брали собак, больше кожи. Нам одну девочку вот вернули, которая сейчас как раз на выставке. Ну, точнее, мы сами забрали, потому что оказалось, что она не очень в хороших условиях находится. То есть, ее не кормили, она жила в деревне со свиньями, водой не поели, клички не было у нее. Вроде не били, слава богу. Те, кто не был готов взять питомца домой, но хотели поучаствовать в судьбе животных, могли принести на выставку игрушки, корм, средства ухода или оказать финансовую поддержку. Отметим, что акция была организована волонтерами движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные городовы». Юлия Ракотская, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом.